Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Пресвятитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 февраля. Житие преподобного Прохора, печерского чудотворца. Богатый в щедротах и милосердный Господь часто посылает беды на человека, добыть через подобное наказание, привести его к истине и привлечь на дела благие. Если он и допускает, чтобы люди мучились и страдали, то они замедлит и помиловать их, и даровать их ранам исцеления. Как это мы видим из жития этого преподобного Прохора. В одни княжения Святополка и Изяславича киевляне много насилия претерпели от этого князя, который дома даже и людей знатных без вины уничтожал, а имущество их отнимал. Вот почему Господь попустил, чтобы враги Руси возымели тогда такую силу. На Святополка восстали великие раки половцев. К тому же и между князьями вспыхнула междоусобная брань. И настали тогда в русской земле великий голод и оскудение. Святополк княжил с 1093 по 1113 год. Половцы – это дикий кочевый народ тюркского племени. В это время блаженный Прохор пришел из Смоленска в Печерский монастырь к игумену Иоанну между 1089 и 1108 годами. И принял от него иноческий чин. Он был игуменом тогда. В монастыре он стал усердно подвязаться в добродетелях и предал себя такому воздержанию, что даже отказывался от вкушения обыкновенного хлеба. Он собирал траву-лебеду и, протирая ее своими руками, делал себе из нее хлеб и тем питался. В летнее время он заготовлял такого хлеба на весь год. И когда снова наступало лето, дело тоже для следующего года. Так что он совершенно не нуждался в хлебе. И потому он получил прозвище – лебедника. Кроме плос, просвора он ничего не вкушал. Он никогда не ел даже овощей, но только лебеду. И не пил ничего иного, кроме воды. Господь же, видя терпение, святого в столь великом воздержании, притворял для него горечь хлеба, приготовленного из лебеды, в приятное услаждение. И угодник Божий проводил все дни своей жизни не в печали и в скудости, а в радости. Блаженный Прохор никогда не скорбел, но всегда в веселье работал Господу. Он никогда не страшился набегов вражьих, ибо жил, как птица, не имея ничего, кроме лебеды. Он не мог похвалиться вместе с евангельским богачом. Душа, много у тебя добра на многие годы. Ешь, пей, веселись. Но из-за траву, заготовленной на год, он укорял себя, говоря, Прохор, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же все это достанется, что ты заготовил? Святой на деле исполнял все слова Господни. Посмотрите на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают житницу, и Отец ваш небесный питает их. Подобно птицам, блаженный Прохор легко проходил на то место, где росла лебеда, и оттуда приносил ее в монастырь на плечах, как бы на крыльях. Так питался он, как птица небесная, ненасеянная пищей, непахотной земли. В это время на Руси от постоянных браний начался великий голод, так что людям угрожала смерть. Но Господь, желая прославить угодника своего и спасти от смерти людей, в этот год благословил урожай лебеды. Ее выросло более, чем в прежние годы. Тогда блаженный Прохор стал еще более трудиться. Беспрестанно, собирая эту траву, он семена ее растирал руками и, делая из подобной муки хлебы, раздавал их бедным и умирающим от голода. Некоторые, видя, что Святой Прохор собирал лебеду, начали также запасаться ей, чтобы пропитаться ею во время голода. Но от горечи не могли есть такого хлеба. Тогда все нуждающиеся стали обращаться к блаженному Прохору. Святой никому не отказывал в своем хлебе из лебеды. И всем вкус святого хлеба казался приятным, как будто он был смешан с медом. Таким образом, хлеб, испеченный из лебеды руками блаженного Прохора, народ брал охотнее, чем хлеб, испеченный из пшеницы. И при этом всем. Вот что казалось особенно чудным. Хлеб сей казался чистым и сладким на вкус, только в том случае, если давался блаженным Прохором с благословением. Но если кто брал его без благословения святого, то он казался черен, как земля, и горек, как полынь. Так один из братьев взял у святого его хлеб тайно, без благословения, и стал его есть. Но он оказался в руках его, как земля, и горьким настолько, что его нельзя было есть. И так случалось несколько раз. Но инок этот стыдился открыть блаженному свой грех и попросить у него хлеба с благословением. Однако давно уже, претерпевая большой голод, он больше не в состоянии был переносить его, и, видя перед глазами своими неминуемую смерть, пришел к игумену Иоанной и рассказал ему все происшедшее. Стал у него просить прощения. Игумен не поверил этому. Велел другому брату тайно взять хлеб у святого Прохора, чтобы убедиться, действительно ли это так. Когда хлеб был принесен, подтвердилось то, что говорил первый брат. От горечи никто его не мог есть. Оставив этот хлеб у себя, игумен снова послал к святому попросить хлеба с его благословения. А отходя от него, сказал он, возьмите тайно и другой хлеб. После того, как хлебы эти были принесены, взятый тайно хлеб изменился перед ними и стал черным, как земля, и горьким, как полынь, подобно первому хлебу. А хлеб, взятый с благословения святого Прохора, оказался чистым и сладким, как мед. Вследствие этого чуда, блаженный Прохор прославился повсюду и, питая многих, оказал тем большую пользу. В это время князь киевский святополк Едиславович вступил в междоусобную брань с Давидом Игоревичем, князем Владимиром Волынским. Он вступил с ним в борьбу за ослепление на требовле князя Василька Ростиславовича, которого по наговору Давида Игоревича князь святополк приказал ослепить. В то же время святополк Едиславович начал междоусобную борьбу и с Владимиром Ростиславовичем, братом Василько, князем Перемышльским и даже с самим Василько за область отца своего Едислава, которые захватили Ростиславовичи. Все это происходило в 1099 году. Князь святополк прогнал Давида кляхом и, посадив в его городе Владимире сына своего Мстислава, сам возвратился из похода в Киев. Но он не мог одолеть Владимира и Василько и послал на них с Уграми Ярослава, другого сына своего. Во время этого великого общественного нестроения и беззаконного грабления запретили пропускать купцов из Галича и Перемышка в Киев, вследствие чего во всей почти южно-русской земле не стало соли, и для народа настало великое бедствие. Видя это бедствие, блаженный Прохор собрал в келью свое множество золы со всех келей и, помолившись Господу, стал раздавать ее всем нуждающимся в соли. По молитвам святого она оказалась чистой солью. И чем обильнее он ее раздавал, тем более она умножалась. Ее в изобилии доставало не только для монастыря, но и миряне, приходя к блаженному Прохору, во множестве брали ее для себя. И за все это блаженный Прохор ничего не брал. Он всем раздавал свою соль даром. Кто сколько требовал, так что часто можно было видеть, что базар пуст, а монастырь святого полон народа, приходившего для получения соли. В это время дьявол возник великую ненависть к Прохору со стороны тех людей, которые продавали соль на торжище. И теперь не полусяли ожидаемой прибыли. Они думали, что в те дни за соль приобретут громадные богатства, но весьма ошиблись. Ибо то, что они сначала продавали по большой цене, потом уже никто не стал покупать из-за бесценок. Собравшись вместе, все торговавшие солью явились к князю святополку и стали клеветать на блаженного, говоря, «Прохор, черноризис Печорского монастыря, отнял у нас великое богатство, ибо он всех привлек к себе за покупку и соли, а мы, платящие тебе дани, не можем продать свои соли, и потому разорились». Князь выслушал их, задумал прекратить среди продавцов ропот и себе приобрести богатство. Он решил с советниками своими поднять сыну на соль, дабы отняв ее у Прохора, самому продавать ее через своих слуг. Князь сказал этим слугам-крамольникам, «За вас и я ограблю этого монаха». Желая как бы угодить торговцам, он таил в себе мысль только о приобретении. Самому же ему из-за зависти хотелось только причинить им зло, ведь зависть не может мириться с тем, что полезно для других». Итак, святополк послал отобрать у Прохора всю соль. И когда она была привезена, он пошел сам посмотреть на нее вместе с теми крамольниками, которые клеветали на блаженного. И все здесь увидели, что впереди их глазами пыль. Тогда князь приказал попробовать некоторым эту соль, но она оказалась пылью и на вкус. И все они делились этому изменению и недоумевали. Потом князь, желая достоверно узнать, чем все это чудо кончится, приказал эту пыль сохранить до трех дней. А между тем, к святому Прохору приходило множество народа, дабы взять от него соли. Но узнав о ее разграблении, возвращались без нее, проклиная того, кто это учинил. Блаженный же Прохор сказал им, «Когда эта соль будет выброшена князем вон, тогда пойдите и соберите ее себе». Действительно, князь продержал эту соль у себя до трех дней и ничего не видя в ней, кроме пыли, приказал выбросить ее. Но после того, как ее высыпали, она снова превратилась в соль. Граждане, узнав об этом, стали стекаться на это место и с радостью собирали соль. Когда совершилось это дивное чудо, князь, нанесший святому такую обиду, пришел в ужас. Он не мог скрыть этого чуда, так как оно совершилось перед всем городом. И вот он начал исследовать, что бы это означало. Тогда ему рассказали все, что совершил блаженный Прохор, не только о соли, притворенной из пыли, но и о хлебах из лебеды, которыми он кормил такое множество народа. И как эти хлебы становились сладкими, когда их брали из рук блаженного сего благословения, и как, наоборот, они казались горькими, когда кто их брал тайно. Услышав все это, князь Святополк устудился своего поступка. Отправившись в Печерский монастырь, он примирился с игуменом Янном. Прежде же он имел вражду на него за обличение в ненасытной алчности и в притеснениях народа. Он за это даже заточил Иоанна в Турове. Это было приблизительно в 1107 году. Но, боявшись заступничества христолюбивого князя Владимира Мономаха, скоро с честью возвратил его в Печерский монастырь. После этого чуда Святополк стал иметь великое усердие к Пресвятой Богородице и к преподобным отцам Антонио и Феодосии Печерским. Млаженный уже Прохор, он весьма почитал и ублажал, считая его истинным рабом Божиим. Он дал ему слово не причинять больше никому никакого насилия. При этом утвердил это обещание следующим уговором. «Если по воле Божией я прежде Тебя умру, то Ты своими руками положи меня во гроб, дабы показать Твое незлобие ко мне. Если же Ты приставишься прежде меня, то я, взяв гроб Твой на свои плечи, сам внесу Тебя в пещеру, чтобы получить от Господа прощение в моем тяжком перед Тобой грехе». После такого уговора Блаженный Прохор прожил немало лет, проводя богоугодно свое непорочное и полное лишение жития. И потом разболелся. Князь же в это время отправился в поход против половцев. Тогда Блаженный Прохор послал князя извещение, что часть его смерти уже приблизился. «Если хочешь исполнить свое обещание, оповещал он, и получить от Бога оставление грехов, приходи ко мне и получим друг от друга прощение, и ты положишь меня во гроб своими руками. Итак, я ожидаю Твоего прихода. Если же Ты замедлишь, и я скончаюсь без Тебя, то не моя будет вина, и Твоя борьба не так покончится для Тебя, как если бы Ты пришел ко мне». Услышав это, святополк, оставив войско, немедля отправился к Болящему Прохору. Блаженный много поучал князя о милостыне, о будущем суде, о вечной жизни и бесконечных муках. Подал ему прощение грехов и свое благословение и простился со всеми окружавшими князя. А потом, воздев руки к небу, предал дух свой в руки Божии. Князь святополк вместе с чернорисцами, взяв тело преподобного, отнес его в пещеру и своими руками положил во гроб. После этого он отправился в поход и одержал над Половцами полную победу. Он пленил почти всех жителей Половецкой области и привел их в свою землю. Эта победа, дарованная Богом Российской земле, была одержана по пророчеству молитвенника за нее, преподобного Прохора. С тех пор князь святополк, идя на битву с врагами или на охоту, всегда заходил для благословения в Печерский монастырь и там в богосозданной церкви с великим усердием и благодарением поклонялся чудотворной иконе Пресвятой Богородицы и перед гробницами преподобного Феодосия и преподобных Антоний Прохора и только тогда выходил в поход. И после того счастливо текло княжение святополка, получившее после многих жестоких испытаний по молитвам блаженного Прохора благословение Божие. Сам христолюбивый князь святополк Изяславович, как свидетель перед всеми, явно исповедовал чудеса и знамения сего угодника Божия. С святыми молитвами преподобного Прохора Печерского чудотворца да избавит и ныне всех нас от всякой напасти и злого обстояния Господь Христос, ибо Ему подобается безначальным Его Отцом и Пресвятым Благим и Животворящим Его Духом. Всякая слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.